Помните, не знаю, как поступить. Моя мама живет с братом, с младшим. Он ее обижает. Она его боится, но идти от него не может. Жалко, дом. Они его с отцом построили. Отец ушел из жизни 20 лет назад. Он никого в дом не пускает. Собирает все пожитки и топоры и ждет, когда я приеду. Я вызывал милицию, но у них не было оснований его забрать, так как нет свидетелей. В общем, я понимаю, что может не оставить, только мама постоянно жалуется и знает, что делать, это крик души. В этой ситуации виновата мама, не брат. Есть такое понятие привязанности к своему ребенку. Когда женщина привязана к сыну, она сначала его балует, потом он становится очень жестоким в результате. И сама по себе эта привязанность, она заставляет его прощать вот это поведение. Ну, то есть мама бы сама могла вызвать милицию вообще-то на него и его поставить на место. Но она этого не делает, потому что ей жалко его. Из-за этой жалости, а это нехорошее чувство, это греховное чувство, она его продолжает баловать и мучить. Поэтому, если мама звонит к человеку по телефону, доченьку помоги, что делать, надо сказать этой маме, что я тебе не могу помочь, потому что ты должна сама разобраться со своей жизнью. Если ты хочешь себе помочь, надо просто вызвать милицию на человека, который тебя бьет, пусть это твой сын, и наказать его. Потому что если детей не наказывают своих детей, то дети могут вообще превратиться в преступников. Сейчас, в Западе, такая культура развивается, что детей наказывать не надо. А вредно объясняю, что наказание – это более высокая форма любви, чем поощрение. Сначала люди учатся служить друг другу, а потом учатся воспитывать друг друга. Но если люди не могут воспитывать друг друга, тогда отношения нормальные к их не могут. Потому что у каждого человека есть склонность наклеить, вести себя неправильно. Эта склонность, она живет в каждом человеке. В данном случае женщина позволяет своему сыну издеваться над собой только и всего. Она должна проявить силу духа и заставить его вести себя правильно. Достаточно один раз, два, это сделать, и он успокоится, будет вести себя нормально. Или пойдет гулять. Можно его выгнать из дома. Что? Можно вам поздать? Ну, давайте, да. А вот если дети, грубо говоря, знают потом в дальнейшем, что они грязничные относятся к родителям. Например, а как им попытаться себя изменить? Изменить? Ну, или как... У нас вся лекция, у нас немного как бы на тему, как себя изменить. То есть, надо просто слушать лекцию и потом себя менять в соответствии с этим знанием. Ну, это вопрос уже знания, изучения. То есть, это надо слушать лекцию и генетически изучать все. Раскаяться вы, если вы скажете, как раскаяться, тоже есть определенное понимание. Раскаяться идет в молитве. Человек просто молится, думает о святом человеке. Постепенно в этой молитве он удовлетворяет Бога своим поведением и приходит прощение в сердце. Потому что часто люди думают, как себя простить. Мы не можем себя не простить, не наказать. Само наказание приходит изнутри от Бога. Там есть представительство Бога в сердце. И оно нас наказывает. Поэтому некоторые люди, заблуждаясь, думают, что я могу себя простить как-то и пытаются себя простить. Но это наказание идет не от меня. Это идет от Бога. Поэтому, если все молится, раскаивается, приходит время и ощущение, что он прощен, приходит в сердце. Смотрим фильм Остров. Там это описано, как человек добивался прощения, молитвы, покаяния. Может быть, это, ну как бы, там культ такой слишком тяжелый, там монашеский показан, но суть такая, что прощение – это не то, что я могу сам с собой сделать. Я занимаюсь каткой йогой 4 года. Недавно вывихнула А, вдохновила сына на занятия. Показала комплекс «Разминку» и уссурина «Масгар». Сыну понравилось заниматься, но после нескольких занятий нужно резко поднялась температура и обострелить хронические болезни. Лемолитвы, ангина, переболел, начал заниматься опять обострением. Что делать? Знаете, это уже такой вопрос, больше медицинского плана. Это означает, что сама практика гимнастики у вас неправильно выполняется. То есть, вам надо делать упражнение сыну более медленно. Каждое упражнение нужно делать очень медленно, потому что его психические каналы, они напрягаются, они прочищаются. То есть, вы делаете гимнастику очень быстро. В этом причина его обострения. Потом, такому человеку лучше перед гимнастикой делать конкрасный душ, чтобы тело разогревалось, и после гимнастики также делать конкрасный душ, чтобы снимать напряжение. Но это технические детали, надо специалистами советоваться. Кто-то из ваших учеников может рассчитать время для регистрации брака моего сына. Это можно у нас на сайте, есть консультация о строгах, это несложная вещь. Здесь нет никакого волшебства, сложно какие-то рассчитать время брака. Это простая процедура. Заходите на сайт, управляйте заявку и рассчитывайте. Кто оберегает наш город? Красная девушка, вы говорили. Я не знаю. Ко мне не приходят в каждом городе, где кто-то его оберегает. То есть, не общаются со мной, не знакомятся. Я один раз это убедил, но здесь я не видел ничего такого. То есть, однозначно кто-то оберегает, но кто-то не знает. Не придавайте мне слишком много значений. То есть, не надо из меня делать копиры. Вот, я вот то, что могу, то могу. Потерял взаимопонимание с сыном в 8 лет. Не хочет делать домашние задания. Домашние задания ребенок не хочет делать не потому, что он не хочет делать. Дети, они не имеют хочу-не хочу. Они находятся в определенной ситуации. Есть несколько причин, по которым он не может или не хочет делать задания домашние. Первая, часто встречающаяся, самая причина, это неправильная атмосфера в доме. Если родители болеют, отец смотрит телевизор, мама говорит по телефону, а ребенка заставляет аскезы совершать, то ясно, что ребенок не будет их совершать. Он будет свои виды наслаждения использовать. Играть в компьютерные игры, смотреть детские фильмы, всякие мультфильмы и так далее. Нацептать атмосферу труда, аскезы во время делания домашней работы. А лучше с ребенком садиться и вместе с ним с удовольствием помогать ему это делать, показывая интерес к этой деятельности. То есть нужно энтузиазм вдохновить сердце ребенка, сделать так, чтобы у него появился энтузиазм. Немножечко свои силы прилагать к энтузиазме, закрутить его в этот процесс. Если, допустим, я сам не люблю заниматься самосовершенствами, я и вас не вдохновлю на это. Не то, что «ну ладно, занимайтесь завтра самосовершенствами» или «занимайтесь самосовершенствами» или «занимайтесь самосовершенствами» или «нух». Что, от этого что-то меняется? Вы что, пойдем сейчас завтра заниматься, что ли? Да нет, конечно. Это все зависит от того, насколько я сам как надлежу. Вторая причина – это болезнь. Бывают скрытые тяжелые периоды, астрологические у детей, у них снижается возможность заниматься, снижается концентрация внимания, падает возможность внутренне это делать. И дети же не понимают, что у них тяжелый период, они это объясняют как-то по-своему. «Мама, мне не хочется», там и так далее. Бывают причины, почему ребенок не делает домашние задания, это, допустим, предмет вообще не подходит этому ребенку. Бывает так, что предмет вот этот вот не по природе, он никогда не научится это делать. И интересно, вот как вообще люди живут. Человек может развиваться только в одном направлении, допустим. Если у них литературные способности, то в литературе, если в математике, в математике и так далее. Но как устроено наше общество? Вот, допустим, ребенок, который учает по литературе 5, а по математике 2. Чем его занимаются, заставляют родители? Математикой. А чем надо ему заниматься? Литературой. Потому что красный цветок, желтый не переделаешь. Его надо растить красным. Понимаете, если ребенок литературой имеет способности, надо ему развивать литературу, и как вот гора, она, чем выше, тем больше склона. Так и ребенок, чем выше он своей деятельностью занимается, тем больше он подтягивает все остальное. Потому что у него в целом много энтузиазма. Но родители что делают? Они говорят, не надо никакой литературы, там и так пятерки, давай математику. А в математике у него вообще, ну как бы, он не может этим заниматься, у него нет природы к этому. Это все равно, что мужику рожают. Иди рожай, иди береги мужику. Ну как он, он не может. Ну попробуй. Ну давай посидим, попробуем, поплыжемся. Ну давай, ну давай попробуй за деревьей. Ну давай. Ну никак он не может, у него нет на это природы. Так у детей бывает нет природы на математике или на литературу. Ну зачем его заставлять? От этого ничего не меняется. Но если человек сам захочет, он сможет это сделать. Только у меня, допустим, не было с детства природы на то, чтобы изучить иностранные языки. И я просто сам потом в юности как-то захотел изучать беды, начал изучать хинди, английский. Учил, учил, учил. И хинди, сейчас еще до сих пор учу, а английский уже нормально, то есть понимаем все. Понимаете, но это мне далось очень тяжело, потому что я сам захотел. И почему я захотел, потому что я развивался хорошо, как лично, сделает то, что мне надо делать. Одна женщина на консультации меня спрашивает. Олег Геннадьевич, у меня ребенок такой, вообще такой, дурова растет. Я говорю, а что такое? Ну он в школу ходит, там ничего не делает. Я говорю, а чем он занимается? Ну он в сборной Москвы по хоккею. Дурова, в сборной Москвы по хоккею. Он наоборот очень талантливый человек. И он будет тренером по хоккею в хорошем будущем. Зачем ему заниматься, вставлять делать то, что ему не по природе? И непонятно, кто здесь дурак вообще. Ребенок, который развивается хорошо, или мать, которая не дает ему развиваться. Пронализируйте вот записки по поводу воспитания. Пронализируйте все, что я сказал. Послушайте лекции побольше еще по воспитанию детей. Изучите эту тему. В целом, если ребенок, допустим, это не его природа, математика, ну тогда Бог с ним пускай не учится. Если он вообще не учится, а гуляет на улице с плохими друзьями у него, это значит, что у вас дома плохая атмосфера. Вы не любите друг друга. Поэтому ребенок привлечен улицей. Если он болеет, просто тяжело себя чувствует психически, разберитесь в этом. Значит, надо его вообще не учить. Подождите немножко, он попозже начнет учиться. Если вы все расслаблены дома, и не хотите ничего делать сами, ребенок тоже ничего не будет делать, потому что у него не хватает силы на это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова